Я живу в Киеве, и всю жизнь свою жил в Киеве. Мне в этом городе очень комфортно. Я до сих пор, несмотря на то, что я пенсионер, с одной стороны, но я до сих пор продолжаю работать в этом городе. Я работаю редактором отдела поэзии старейшего русского журнала Украины, который называется «Радуга». В этом журнале работали в разное время хорошие люди, например, Николай Ушаков или Виктор Некрасов, Виталий Заславский. И, собственно говоря, поскольку этот журнал выходит с 1927 года, то вы понимаете, что особых проблем, скажем, с русским языком. Я не чувствую в своем городе. Вот. Но в последнее время, понятное дело, вы сами знаете, что происходит. В Киеве появилось очень много новых авторов, новых относительно Киева. Они приехали из Донецка, из Крыма. И я их и в прежней жизни знал. Но сегодня они становятся нашими авторами. И наш журнал печатает время от времени, скажем, какие-то вот такие гостевые номера. И был номер американский. Я имею в виду, конечно, не Цветкова, не Бахыта Кинжеева, а поэтов, которых мало знают в Киеве. Мы печатали Михаила Рома, мы печатали Лею Черникову, мы печатали Гарри Лайта. Ну, вот, скажем так, поэтов, русских поэтов второго ряда, американских. Ну, они становятся, конечно, желанными гостями. Точно так же израильский номер сейчас готовится, австралийский. Как интересно. Понимаете? Ну что? Ну, нас много на каждом километре. Что говорить? Понятно. Да, ура. Да, я думаю, что это ура. И поэтому я чувствую себя здесь, как дома. Вот. В последнее время появляются какие-то новые песни. Они грустные, потому что они связаны с той ситуацией, которую мы сегодня переживаем. И тем не менее, ну, я могу сказать, что я другу, скажем, с какими-то российскими дипломатами, которые оказались в роли заложников этой ситуации. Я приезжаю в Россию, приезжаю в Москву, приезжаю в Питер на какие-то мероприятия, на какие-то концерты, на какие-то литературные встречи. И, понятное дело, что я имею дело с людьми совершенно адекватными, которые эту ситуацию понимают, в общем-то, ну, если не так же, как я, то очень-очень близки наши позиции. Эта ситуация, наоборот, она может быть, она разлучает меня с какими-то прежними людьми, прежними друзьями. И разводит нас по каким-то углам, я не знаю, я не могу сказать, что по разную сторону баррикад, хотя некоторые люди ведут себя, ну, по меньшей мере, странно в этой ситуации. Понимаете, ничто не может нас разлучить на самом деле. Друзья должны оставаться друзьями, семьи должны оставаться семьями, как это было всегда. И тем не менее, ну, сейчас я, я сейчас, сейчас я, давайте так, я сейчас буду петь что-то новое, что никогда в Америке не пел, но вы понимаете, что это песенки или стихотворения, которые, ну, как-то продиктованы нашей сегодняшней ситуацией. И понятное дело, что это неправильные песни. Они грустные. Потому что, ну, еще пару лет назад, три года назад уж точно, никому в голову такое не могло прийти, что, что я буду писать такие песни. Я вообще, я вообще-то лирик, но что делать? В море ночном Замирают валы Меркнут светила в тумане Но среди мглы Ладят стволы Ворты враждебной тамани Но среди мглы Ладят стволы Ворты враждебной тамани Прежние дни Под фанерной звездой Общие горькие Убы Живши с бедой Спит над водой Прифронтовой Мариуполь Живши с бедой Живши с бедой Спит над водой Прифронтовой Мариуполь Мариуполь Память без устали Крутит кино Память без устали Крутит кино Не знаю Впрочем, давно Мне все равно Кто тебя греет, родная Впрочем, давно Мне все равно Кто тебя греет, родная Это не просто Нелегко умереть Опыт годами измерить Можно гореть Можно стареть Можно любить, но не верить Можно гореть Можно стареть Можно любить, но не верить Вот сейчас я прочту стихотворение, которое сегодня написал Так, конечно, делать нельзя Надо всегда как-то удерживать какую-то паузу Ну, Бог его знает, когда мы с вами встретимся Понимаете Поэтому Это я себе индульгенцию Как-нибудь так Выспрашивали Вот Я У Володи Б. остановился И мы гуляли По этому острову Я Не могу сказать, что я первый раз на этом острове Нет, я там бывал Но У меня всегда Вот этот океан Да Что-ли Вдохновлял Я Пописал такой стих Правильно Надо еще Собственную почерку Забраться Под утро Птичья суета С деревьев падает на крышу Но Мне Мешает Глухота Проснусь И Музыку не слышу Плотнее Плотнее Сжимается Кольцо Тоски Тревоги Тумана И Слепо бьет меня в лицо Косматый Воздух Океан Мелькнет На несколько минут Последней страсти Пыльный Остров А там Глядишь Дожди Пойдут Шторма Навалится На остров О чем Поет душа Твоя Кровавый Век Переживая Так Над обломками Жилья Скрипит Сосна Сторожевая Аплодисменты Я сегодня Вначале Я буду Вот что-то такое Совсем новое Вот Горячее А потом Я спою Шляки Все Что я Все Что я Написал В прежней жизни Какая вьюга Эти шрамы Оставляют Слепые капли Ударяют О гранит Какой пожар Меня с тобою Разделяет Какой пожар Меня с тобою Соединит Какая Блаж Тебя со мною Разделяет Какой пожар Меня с тобою Соединит Пусть Наше счастье Словно Сломанная ветка Но ты Душа моя Брониться Не спеши В моей стране В моей стране Простой народ Бунтует Редко Но если Начал Бунтует Редко Но если Мне не Не повезет Я погибну То я погибну За любовь И от любви Но если Мне не повезет Я погибну То я погибну За любовь И от любви А вот стихотворение Он прочел цикл Лекций Которые Посвящались Посвящены Русской Поэзии Истории И в частности Он Рассказывал О Василии Кирилловичи Тридьяковскому Первым Русским Профессиональным Поэзем Литератором Вообще Судьба Тридьяковского Конечно же Очень Потиворечила Потому что Над ним Посмеивались Его Не воспринимали Не тогда Да по большому счету Не сейчас Не воспринимают Но Понимаете Это был Самый первый Русский Поэзем Первый До него Ну Не было никого Ну Кантемира Я Не могу В этот Список Внести Он Конечно же Читал Тридьяковский Читал Французскую Поэзию Немецкую Но Как это делается По-русски Как это делается На родном языке Неизвестно В какой-то момент Он оказался За границей Он оказался В Гааге В Голландии У его Мецената Закончились Деньги Или он Не захотел Больше платить Оплачивать Перебывание Там Тридьяковского Тогда Тридьяковский Решил Отправиться В Париж Денег на дорогу Не было Из Гааги В Париж Он Пошел Пешком Там Он учился В Сарбоне Потом Он Вернулся В Россию Его Друзьями И в какой-то степени Даже антагонистами В поэтическом плане Ломоносов Сумароков Ну вот Стихотворение Называется Тридьяковский Идет Париж Брел поэт По Орденским Увалом Проходил По фламандским Лугам По волонским Болотам Шагалом В пикардийских Полях Пробегал Птичий Гомон То громкий То слабый Шум деревьев Живая трава Превращались В шальные Силалы И легко Составлялись Слова И достав Грифилёк Из скотонки Он писал Торопливой Звукой Вечерел Сгущались Потёмки По лесам Развивался Покой Над закатной Полоской Узкой Первых звёзд Разожглись Угольки Он жалел Что в словесности Русской Не сыскать Ни единой Строки Но какие-то Тонкие Нити Протянулись К нему В тишине Рифма Дробная Жить Тужить И Поэт Улыбнулся По сне Он Дремал На цветочной Опушке Свято Веря Прекрасный Обман Рядом спал Неродившись Опушкой Путь Кремнисты Блестёт Сквозь Веря Пустую Дорогу Забрызгала Липкая кровь Горький Не аист Пустится В перелёт Выпуская Из клювов Отрывистые Похороны Над Недвижным Донцом В декабре Розовеют Снега Мы По здешним Дубравым С тобою Бродили И когда Дождь Осколки Бросает Свинец Рассыпает Круга На крестах деревянных Уже Проявляются Даты Ну Сейчас Бестепенно мы уйдём от этого Потому что Необходимо От этого Уходить Я хочу Вам спеть Песни Песни Которые связаны с моим родным городом Да с нашим С нашим Ну Киев Это же наш город Так же Как и Петербург Когда Зацветает Сирень Простая Сирень Городская На майском Дожде Намахает Левее А плавный День Вечерних часов Остриёт Тяжёлую тень Возвращает Как будто Навеки Прощает Последнее Ужество Моё А наряд У Днепра То лиловый То сизый То белый Дождь шумит То утра Что Расправила Крылья Сирень Нам Зелень Затмение Творит Весь город Как мальчик Съерожен И сам Я врываюсь Непрожен Пока Это плавно Горит Покутят Обрывы Ясны Покуда Объятья Вершатся Как только Успеть Надышаться Сирен Ветром Весны Весны В давних пор Прежних лет Сад Проник В городские Пределы Опустись В этот Цвет И Воздушное Платье Надей А наряд У Днепра Ветром 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 В 150 Ветром 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 По затемненном этом доме Ты из сумерек, из темноты Входишь в света невесомий Перед памятью беспечную К изголовью наклоняясь Точной юностью подсвеченной Как закат вечером к небесам летишь Доверчиво, ни на шаг не отдаляясь Пустым полям нежданный дождь Слетает косой Семнит лес тревожный свет Вдали томится На поздний путь сложится пыль Стучат колеса Скучнит звон И все ворчит, ворчит, вознится А мы летим к огням неузнанного края За другом друг, за шагом шаг В порядке строгом Любви не требуя судьбы Не выбираем все по дорогам По дороге По дороге Далеких встреч не назначай В такой стране год какой Ах, ничего не обещай А просто так Махни рукой Верти, верти, перетянет Эту ночь, эту муть Мой друг за нас Все решено Что выбирать Коль выберут путь Минуй радость к малу Печали мимо Не заезжай ни к подружкам Ни к соседям Мы все спешим Дорогой неисповедимой Так что ж гадать Куда мы засветло приедем В пустых полях Как будто в юности раздольной Под шум дождей Под колокольцев Перелик В краю чужом И даже в праздности невольной Мой милый Будь хотя бы сгнай Но счастливый Далеких встреч Не назначай В какой стране И в год какой Ах, ничего Не обещай А просто так Махни рукой Верти, верти Беретянет Эту ночь Эту муть Мой друг за нас Все решено Что выбирать Коль выберут путь Ну Кто еще не знает Я скажу Что я автор Народных песен В общем Песен разных народов Это с одной стороны А с другой стороны Я еще и автор Старинных Русских романсов Так что Я думаю Что мы отметимся И там и там Ну С чего начнем С народных песен Или Или Со старинных романсов Неважно На мой выбор Да Ну хорошо Старинный Русский Народный романс Ну Ему лет Двенадцать Может пятнадцать Ну вот так Потом это одна из любимых песен Володя Глэй Не то На пальцы Не то На старость Преображением Далеких дней В тумане Мой Глеет парус Все неподвижнее И все Бледней В тумане Мой Глеет парус Все неподвижнее И все Бледней Слова По ветру Летят Все те же Но слонее Его Комок Увы Не важно Что он Мятежен Куда важнее Что одинок Что одинок Увы Не важно Что он Мятежен Куда важнее Что одинок В кромешной Качке И круговерти Крашатся глыбы Прибрежных Плит А он Не нужен В воде И твердый Еще немного И улетит А он Не нужен В воде И твердый Еще немного И улетит Знаете что Я Я говорю Что я работаю Еще как переводчик И Когда мне приходится Переводить Есть разные Я перевожу Все что угодно Я получаю заказы И перевожу Вот Конечно Лучше всего Переводить Скажем Сказки А когда это Детские стихи Это тоже Очень здорово Потому что Но вот Недавно я Знаете чем Занимался После этих переводов Мне придется Очередно Отправляться В монастырь На покаяние Я перевел На украинский язык Книгу Игоря Мироновича Губерман В этом году В этом году Ему исполняется 80 лет И вот Решили Такой подарок Сделать Ну не мальчик Конечно Вот Я Я конечно Могу Поочесть Что-нибудь Такое Из губермановских Переводов Но Это же На украинском Языке Ну вот Сейчас Ах подружка Дорогая Такая робкая Не смотри Я хоть куда И на ужасную Ёбка Это Это Губерман Да Ой девчина Ой девчина Молода В чем ты Полохлыва На дымись Я хоть куда Так Думаю Ну вот Понимаете Ну Что 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 После этого Надо делать В монастырь Куда-то Идти Замаливать Дела Ну Еще там Скажем Ну Это Губерман А что делать Я не только Такое Я серьезное Сейчас 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 Еще Струмок Життя Песок Не за горами Кладовище Так мало Залишилось Жить А бабна В колодовище Ну Хорошо Давайте Давайте Я все Таки Ну Ладно Я сейчас Вот Начну И Прочту Вам Пожалуй Может быть Всю Сказку Прочту А может Не всю Ну я По крайней мере Начну Это Это Сказки Французского Такого Замечательного Сказочника Пьера Грибари Его уже давно Нет Ну Лет 15 Он уже Не с нами Вот В Ленинграде Кстати Переводят его На русский язык Миша Яснов А я его Переводил И на русский язык И на украинский Ну Я сейчас Только Кусочек Наверное Перевода Русского Значит И Вот Мы с Мишей И снова Решили Что Это Будет Правильно Если Будет Полный Тон Сказок Грибари Там Будет Несколько Моих Переводов Вот Эта сказка По-французски Называется Мадам Ла Терребас Когда французу Нужно что-нибудь Поднять Упавшую на пол На землю А ему Как говорят Влом Он говорит Земля далеко Ла Терребас Земля низкая Вот И Когда-то Был такой случай Когда Значит Ну Один из Моих Друзей Издатель Предложил мне Отредактировать Перевод Клера Грибари Я посмотрел На это дело И спросил А Полномочия Каковы мои Самые широкие Давай я сам Переведу Так будет лучше Вот Ну Скажем так Вот Это Стишок Такой Но Написан В строчку А переводчик Даже не понял Что это Стишок Понимаете И тогда То в строчку То 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 Рифмуется То не Рифмуется Ну вот Помните Как маршак Усатый Полосатый Вот примерно Так же И Перевела Женщина Так Матушка Земля Далека Ну Что это Говорит Вообще Читатель Скажем Угрус Ничего Ничего Говорит Я Мастерица Не Прогнусь Поясниться Так Вот В этой стороне Или в той На краю деревушки Простой Где всякий день Гулянка Жила Была Крестьянка И была У нее Земля Луга Огороды Поля И был Крестьянке Плуг И к плугу Приставлен Супруг Еще был Просторный Дом И скотный Двор Со скотом И много Зерна В овине Оподлили Звери Свиньи Куры Цукраты Индюшки Быки Порося Телушки Гуляли Гордые Кони И все Было Как Молодой В общем Работы Хватало Но все Это Так Угнетало Несчастную Нашу Хозяйку Грязнулю Неряху Лентяйку Что даже Делая Дело Крестьянка Об этом Жалела И щетка Была Не мила Крестьянка Полов Не мила К тому же Причувствуя Вялость Нагнуться Крестьянка Боялась А на пол Упавшие вещи Наперсток Утюг Или клещи Годами В проходах Лежали И страшно Ходить Ей Мешали Вот такая Была Крестьянка Поэтому Все земляки Никогда Не называли Ее по имени И придумали Ей Обидное Прозвище Мастерица Не прогнись Поясница Ну вот И там На пол Падают Всякие Вещи Падают Иголка С ниткой Падает Посолинка Падает Соломинка Уголек Из печки И все они Лежат И сетуют На свою судьбу Никто Никто не подберет Вот И в какой-то момент Возникает Прямо скажем Революционная ситуация Вы Вы понимаете Вот Интересно Заниматься Такими переводами Ну как бы Делая их С двойным дном Дети Воспринимают Сюжет Радуются Одному А родители Видят Там еще Кое-что То что Детям пока что Недоступно А может и не будет Да Да Вообще никогда Не будет Доступно И вот Когда Упавшая На пол Игла Наконец Поняла Что может Ничком Пролежать Целую ночь И может И может быть Даже Не одну И даже Лежа Встретит Весну Грядущего Года Ей так Захотелось Свободы Что словно Черную Черную Челкой Тряхнула Черную Ниткой Иголка Товарищи Я вижу Четко И ясно Что ожидание Наше Напрасно В этой грязи Мне лежать Неудобно А промедление Смерти Подобно Знаю Пороги Крестьянские Куты Но не останутся Здесь ни минуты Пусть нас Увидят Большие Дети Смело Пойдемте Гулять По планете Весны Воскликнули Как это Будет Мы выступаем В ближайшие И так далее И вот они путешествуют И всякие такие Вот вещи с ними Происходят Много всяких Приключений Ну Понимаете Я не хочу вас Отвлекать На эти вещи Потому что В конце концов Вы пришли Слушать песни Если у вас Возникнут Какие-то вопросы Я открыт Пожалуйста Я на них буду отвечать Ну А сейчас Чтобы как-то так Это Еще Перейти к песне Сейчас Свою Такую Песенку Господа Полюбите Поэт Зор Туманный И мыслей Полет Когда В плавках Небесного Цвета Он В прозрачную Воду Идет Полюбите Его Вдохновение Полюбите Небридость До лица И угрюмого Носа Сопенья Над больными Устами Певца Ой господи Ну вот Называется Соклероз То ли Джетлэп Я не знаю На что Это списывать Ладно Хорошо Другое Другое Прочню Или Спою Или прочту Значит Называется Называется Античка Песня Ну Вы помните Что в Вузах Так называли Предмет Античной Литературы Вот Наскоды тянут вниз На правильный диван Что впрочем Не замедлит А блысенья Трезвеет Дионис Грустит Аристофан И мудрость Не спасает Одиссей Трезвеет Дионис Грустит Аристофан И мудрость Не спасает Одиссей Откуда Знаю я Что все Случится Так Я к ней Приду Погрелся По привычке Но У меня Семья А у нее Филфак Подружка Экзамен Пантички Но У меня Семья А у нее Филфак Подружка Экзамен Пантички Зеленая Весна Простила Все грехи Когда Забывшись Над доской Стиральной Узнала Вдруг Она Что я Пишу Стихи Не часто Но легко И гениально Узнала Вдруг Она Что я Пишу Стихи Не часто Но легко И гениально Не дремлющий Хорон Ушлет Меня Домой И всем Как говорится В назидании Я выйду На перрон Красивый И прямой Как Штирлиц Уходящий На Заменье Ну Скажем Так Вот Я Очень Много Перевожу Французов Не только Французов Но французов Наверное Больше всех И Я то Перевожу Их Много А вот Они Меня Вот И мне Ужасно Обидно Эта ситуация Поэтому Я им Сделал Такую Подачу Вот Берите И водите Это Про вас Стихотворение Называется Нормандский Сыр Мой Друг Наш Общий Знакомый Борис Бурда Сказал Спросил Кстати Ты знаешь Как появился Нормандский Я говорю Боря Я знаю Во время Французской Революции Один Священник Прятался Революционеров Якобинцев Я вижу Что ты знаешь Хорошо Вот Но Кстати Ты знаешь Что французы Получали Перед атакой Так же Как наши Солдаты 100 грамм С прицепом Французы Получали Команда Я этого Не знал И вот Вообще Боря Бурда Знает Много Всего Вот Когда Ивач Спрашивали Вот Когда-то Илья Винник Написал Замечательную Эпиграмму На Борю Есть Лишь Один вопрос На свете Решить Который Нету сил Как он умеет Так ответить Что ты не рад Боря Что спросил А вот Значит Но Я говорю Боря Ты знаешь Я про тебя Анекдот Сочнил Ты не обижаешься Ну что ты Как можно Пожалуйста Там Компания Одессит Вокруг Стояла А они Вот такой Борис Оскарович Скажите Пожалуйста Где здесь Туалет Кстати На ваш вопрос Я мог бы Ответить Притч Вот Ну Понятное дело Не обидимся Нет Нет Ну Боря Все в порядке Итак Нормандский Сын У нас В деревне Команбер Жильцов Почти полтыщ Как сказал Наш добрый Мэр На всем Лежит Крещ В любом Клеву В любом Дворе Воняет То и дело И как Заметил Наш Кюре Здесь Все Закричневело Но С незапамятной Пары Здесь водится Селедка Изготовляются Сыры И яблочная Водка Как правило Уже С утра Ломятся в дверь Трактира Отъявленные Мастера По производству Сыра Раз как-то Я забрел Трактир По важному Вопросу Ведь сотворить Нормандский Сыр Нельзя Без Кальвадос Я выпил С этим Выпил С тем И так Заговорился Что сыр Мой дома Между тем Весь Плесенью Покрылся Я дом Окуривал Травой Дабы Посредством Дыма Изгнать Докучливую Вонь Как варваров Из Рима Злосчастный Сыр Старался я Зарыть Под старым Дубом Но Стало Плохо Соловьям И тошно Лесорубам Однажды Страшную Жару Дала Совет Жена Мне Чтоб я У моря На ветру Сыр Выложил На камни Такие Сделал Внекий Час Уж к вечеру Поближе Причалил К берегу Баркас С купцами Испарили Вдыхая Наш Морской Фир Торговцы Парижане Учуяли На камне Сыр И прямо Задрожали Один Промолвил Наконец Слезу Смахнув Рукою Сто франков Мне не жаль Отец За лакомство Такое Я Торговаться Не вас так Как Судар Говорите Сто франков Ладно Если так Берите Берите Баркас Уплыл Но с той Пары За мною Ходит Слава Везде В чести Мои Сры Встреч Моя Отрава Почет Несу я Сквозь года Ни шатка И ни валка Что ж Угощайтесь Господа Нам плесень Герезава Герезава Вот и снег закружил над оврагами И осень прогорели костры И зима с черно-белыми флагами Обошла проходные дворы И зима с черно-белыми флагами Обошла проходные дворы То ли улицы стали свободнее И дома изменились в лице То ли просто следы прошлогоднее Замело на высоком крыльце То ли просто следы прошлогоднее Замело на высоком крыльце Лед звенит, как хрустальные дубельки И рябины расплесканы в кровь Двадцать лет я смотрел, как по капельке День за днем заверзала любовь Двадцать лет я смотрел, как по капельке День за днем заверзала любовь Не пробьется ячменное зернышко И не скрипнет железная дверь Если ты не была моей золушкой Не рассказывай сказок теперь Все еще придет Все переменится, но только не сегодня Вот и Новый год Гудит метелью рассыпаем торжества Что с него возьмешь Когда пушистый этот праздник новогодний Тем-то и хорош Что это только обещание Рождества Все еще придет Все переменится, но только не сегодня Вот и Новый год Гудит метелью рассыпаем торжества Что с него возьмешь Когда пушистый этот праздник новогодний Тем-то и хорош Что это только обещание Рождества Ну, вы заметили, ну так, можно сказать, что это цитаты, конечно Но я иногда что-то там приворовываю что-нибудь такое Вы заметили, что это Тут прозвучал кусочек знаменитого фокстрота Полонского Который называется «Цветущий май» Вот Сейчас я предварю, так сказать, тоже каким-то объяснением Вот здесь тоже будет цитата такая музыкальная Уже из Петра Ильича Чайкова Конечно, приятно подворовывать у хороших людей А иногда, иногда, ну, я занимаюсь такими мистификациями, что ли Я вот сочинил такого автора Украинского, скажем, Круткова Который называется «Юхим Безодня» Такое у него имя Вот, это гений всех времен народов, конечно Но я не могу читать из него, поскольку мало кто поймет просто Вообще он такой очень, я бы сказал Ну, он очень интимный гейм Очень-очень Я бы сказал, что даже он несколько эротичен Но сейчас мы о другом Тоже, конечно, эротическая такая песенка Она в разных городах называется по-разному Ну, в Нью-Йорке она называется «Центральный парк» Поэтому всем будет понятно Проводи меня, скажи что-нибудь Я рассеянно кивну Не в попа Невозможно время вспять повернуть Как нельзя остановить листопад Невозможно время вспять повернуть Как нельзя остановить листопад День, как день, да он другим не читал В старом парке у холодной реки Листьев падают, как ноты свиста Так шага моим беспечно Листьев падают, как ноты с куста свиста Так шага моим беспечно легки Сад обласканный нежарким лучом Сам нашептывает эти слова Им не чудится, что я ни при чем И от музыки в дыму голова Им не чудится, что я ни при чем И от музыки в дыму голова Красками света последнего Выкрашен двор проходной Памятью шепота летнего Гонит ветер со мной Памятью шепота летнего Гонит ветер со мной Обернусь через плечо посмотрю Осень вспыхивает красным листом Он летит за мною по октябрю Как мелодия твоя невесом Он летит за мною по октябрю Как мелодия твоя невесом Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, как вы себя чувствуете? Все еще в порядке, да? Ну, хорошо. Сейчас мы, наверное, сделаем перерыв. Я сейчас спою еще песенку. И мы немножечко ненадолго, ненадолго прервемся. Еще одна народная песня. Но, опять-таки, это тоже вызов французу. Потому что, если они меня не переводят, так я уж сам себя перевожу, понимаете? И вот я написал такую песенку, очень французскую. И французы, когда ее слушают, они думают, что это действительно народная французская песня. Но я пою ее и по-русски, и по-французски. Чтобы они не особо обольщались. И эта песенка написана для поэмы Татьяна Ларина. Вообще потрясающая. Я вот уже во второй раз переписывал Пушкина. А вот я написал в конце прошлого года, и уже в журнальном варианте вышла уже эта повесть. Она называется «Троекуров». То есть я переписал Дубровскую. Я сейчас хочу, чтобы это вышло уже нормальной книги. Вообще много книг еще не изданно. Но вот сейчас наметился такой какой-то прорыв в конце концов. А это песенка для поэма Татьяны Ларина. То есть, как вы понимаете, я не то чтобы переписывал Евгения Онегина. Я просто написал еще одну главу. Это Татьяна и Ильи Онегин через 30 лет. Посвящена эта поэма Натальи Дмитриеву Панвизиной, которая всю свою жизнь считалась, что прообразом Татьяны Лариной. И когда ее муж, и она, вернулись из Сибири, поскольку ее муж был Михаил Александрович Панвизин, декабрист, генерал, король 19-го года, он заболел и умер. Татьяна Ларина обдалела. За кого она могла выйти? Только за Егени Ани. Но Пушкина тоже не было живых. И она вышла замуж за Ивана Ивановича Пущина. Она его в письмах упорно называет Евгением. Он открещивается. И если бы вообще, если бы не эта поздняя любовь, то, наверное, никогда бы Иван Иванович Пущин не написал своих знаменитых записок на Пушкин. Вот так. Ну, когда он едет на свидание к Татьяне, Наталье Дмитриевне, он напевает народную песню. Ну, как вы его называли в Лицеи Жанно. Конечно, это французская народная песня, которую я сочнил. Вот. И он вспоминает другую дорогу, когда к январе 1925 года он приучался в Михайловске, Пушкину, и привез с собой три бутылки вот этого самого знаменитого шампанского Мадам Клику была вдовой, потоки слез лила она, Чтоб жереби ею красить свой недостоверный суд и вина. Мадам Клику, это лавер, но она делает с собой Мадам Клику, это лавер, Он верил нам вдову свою, зато и люди мы войну. Су ле дра пау, Наполеон, сомбраве ку, эмор сан пе, с граса луи, кио нуземо, ле герро наполеонье. Без граса луи, нуземо, без граса луи, ню нуземо. Нам кровь пошла вдова клейко, а значит муш, погиб не зря. Без граса ле ре. Без граса ле, зато и в со 생각을, builds не граса луи, нуземо. Без граса луи, без граса ле, без граса ле, Без граса ле. Отдохните от меня немножко, минут десять, я думаю, что.